Включаю камеру, слава Богу! Слава Иисусу Христу, слава навеки Богу Святому! Братья, сестры, дорогие друзья, всех вас приветствую именем Господнем, именем Иисуса Христа. Приветствую всех из города Киева, с нашей Киевской архиепископией, Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя. Здесь, сегодня, в таком приготовлении, в таком воодушевлении, вот, и молюсь, Рафтов, да, Арсений пишет, да, и Андрей, да, тихо слышно, но до Минска, видимо, звук пока долетает, слышно тихо, ничего. Благоставляю всех вас, дорогие друзья, постараюсь погромче говорить, вот, я утром потише говорю, потому что здесь соседи, и слышимость такая, вот, бывает, что, как бы, чтобы не мешать людям еще рано утром, я уже в 4 утра уже начинаю, уже молитву, в 5 утра, потом чтение слова, и вот в 6 утра обычно подключаюсь как раз, уже делаю трансляцию, прямую трансляцию. Это очень, ну, скажу так, благословенное время, да, потому что, по милости Господней, мы даже находящиеся далеко, здесь в Киеве, в Минске, кто-то в Москве смотрит, кто-то вчера писал, кто-то с Камчатки вообще, вот, то есть с разных регионов, с разных стран, вот, русскоязычные люди разбросаны, и русско понимающие, русско думающие люди, понимающие слово на русском языке, это разбросаны по всему лицу земли фактически, вот, и я посмотрел тоже на ютубе географию, значит, с каких стран смотрят мои видео, трансляции, в основном это Украина, Россия, США, Европа, вот, есть, вот, чуть-чуть Австралия, чуть-чуть Латинская Америка, то есть там мало совсем, вот, и, знаете, я понимаю так, что, благодарю Бога, во-первых, да, за интернет, благодарю Бога, который дал нам интернет, добрым людям, как говорится, на здоровье, это все, вот, ну, знаете ли, если нечестивые используют это для нечестия, то праведные, чтобы творить правду еще, святые, чтобы освящаться еще, вот, и как и все остальное, в общем-то, в этом мире, мы действительно, вот, все, все любящим Господа написано, да, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, Аллилуйя, слава Богу, и, Господь да благословит, Господь да благословит, вот, и сейчас, прям, перед трансляцией мне сообщили, что ноутбук мой, значит, сейчас, ну, одним словом, молитесь за техническое все это устройство, вот, мой хороший, дорогой ноутбук, который, значит, с Америки привозил, его же полиция конфисковала тогда, еще четыре года назад, ну, его забрали, как бы, на две недели, значит, сказали, антитеррор там, проверить что-то там террористическое, не знаю, что они хотят найти там, но две недели уже растянулись на четыре года уже, вот, как бы, и мне так сказали еще в прошлом году, позапрошлом, вернее, в Питере сказали, что это вот с концами уже, вот, но Бог усмотрел, вот, четыре года я пользовался Леново, который с Москвы брат дал, как раз им пользовался, значит, и сейчас, вот, перед еще дождем, ну, начало те шли, к сожалению, такая ложка дегтя была в этой бочке меда, благословение, начало этого года, ноутбук просто, ну, как сказать, пациент мертв, одним словом, ноутбук умер, вот, диск жесткий, он полностью, к сожалению, там много информации было, но семинары мои, наработки, многие, но, ну, стимул теперь будет творить все новое, создавать все сначала, хотя кое-что успел сохранить, записать на жесткий диск, но, к сожалению, далеко не все, поэтому из горького опыта своего делюсь с вами, пользователями, копируйте все, сохраняйте себе копии какие-то, потому что, вот, я это слышал много раз, как бы, значит, и вроде как старался делать копии, но, к сожалению, относился к этому так вот, ну, так, легкомысленно, как сейчас я понимаю, и многие очень свои вот эти статьи, разборник статей, ведь я работал над сборником статей на протяжении вот месяца предыдущего, вот, к сожалению, я так и не скопировал его, так копию не сохранил, вот, а это очень много работы, но, Господь да благоставит, Бог да благоставит, сейчас уже с новыми силами, в новом году уже, в этом 5779-м, все возобновить, тем более, что все, как бы, в голове есть, как бы, значит, там, может, не все, может, что-то я забыл, но, Бог напомнит мне, молюсь об этом сейчас. Хорошо, друзья, Господь да благоставит, надеюсь, мои подключились тоже уже, приветствую всех, кто подключается, надеюсь, моя семья сейчас подключилась, супруга моя, Инна Сергеевна, детки, я еще буду здесь неделю, вот, я думаю, так, больше или меньше, так, неделю, вот, в это воскресенье будет праздник благодарения, свято подяга здесь в Киеве, вот, я намереваюсь принять участие тоже в этом торжестве, поэтому, ну, мы даже в церкви воскресенье служение отменили, вот, значит, и все собираемся на Хрещатике, на Майдане, на Залежности, значит, на молитве, официально с 10 утра начало богослужения, но я там планирую быть уже сразу после утренней молитвы, то есть, получается, в 6.30 включаюсь я в воскресенье, как обычно, значит, на утреннюю молитву, в эфир прямой, и уже в 6.30, в 6.40 завершаю и сразу выезжаю туда, на Майдан, на молитву, поэтому, кто имеет возможность такую, кто будет в Киеве, киевляне, гости столицы украинской, обязательно с утра, с позаранку, говорится, приезжайте на молитву, насколько я знаю, и это и в духе предчувствую тоже, что соберутся молитвенники как раз именно с самого утра раннего, вот, и будем молиться, весь Хрещатик перекрывают, весь центр города будет, ну, это именно Хрещатик, Майдан, будут перекрыты, вот, значит, на весь день полиция, значит, там все там было, будет все очень серьезно, в прошлом году было огромнейшее вот это празднество, но я, к сожалению, не смог быть, вот, я лишь наблюдал онлайн, смотрел, значит, я там, значит, много себе выставлял на страницу, благодарил Бога, молился там за братьев, но я был в России и не смог быть чисто физически здесь, но душой, сердцем я был здесь тоже, на этом свято подяке, значит, на этом празднике, празднестве, благодарении, вот, и как раз это воскресенье выпадает на предпразднество, тоже, эров Суккот, праздника поставления кущей, и вот, дамы и господа, возвращаясь, собственно, к теме нашей, к теме нашего семинара, и не просто семинар, семинар обычно воспринимается, как именно, вот, информация, а здесь, будем так говорить, семинар служения, это действительно празднество, великое празднество, которое совершается прямо сейчас, праздники Господни, я вчера зачитывал из Евангелия, ой, из Ветхого Завета, Левитам, значит, 23 глава, где как раз говорится о праздниках, о праздниках Господних, то есть, Бог говорит, вот праздники там мои, конечно, обычно в народе мы так их называем праздники еврейские, вот, ну, где-то это и правда даже, ну, в общем-то, это в чем-то и правда, но это не вся правда, да, их можно назвать еврейскими праздниками, потому что на протяжении вот этих последних трех тысяч, трехсот тридцати лет, а именно столько прошло со времени Великого Исхода, три тысячи, триста тридцать лет прошло уже, с половиной, вот, за эти три тысячи триста тридцать лет именно эти праздники евреи праздновали и празднуют, и празднуют, и будут праздновать всегда. Вот, и даже скажу так, что в новозаветную нашу эпоху уже, время благодати, вот, последние два тысячелетия, христианская церковь, состоящая из евреев, из неевреев, принявших Иешуа как Машиаха, Иисуса как Христа, своего Господа, своего Спасителя, Целителя, Освободителя, значит, скажу, больше или меньше эти праздники хранит церковь, но в большей части они так видоизменены, и, к сожалению, в большей части не в лучшую сторону видоизменены эти праздники. Вот, но это, как бы, тема истории христианства, я об этом рассказываю в семинарах своих по истории христианства, по истории церкви. Так вот, друзья мои, братья, сестры, есть праздники церковные, есть праздники национальные, праздники религиозные, да, праздники есть, в каждой семье есть какие-то праздники свои, допустим, вот у нас в семье, да, у нас вот шестеро детей, да, у нас есть праздники такие, ну, допустим, дни рождения детей, да, жены, мой день рождения, да, вот, как бы, это чисто семейные праздники, за периметром нашей семьи об этом, об этих праздниках наших, ну, мало кто знает, значит, и, в общем-то, ну, те, кто знают, там, родственники, там, друзья поздравляют, вот, но чем дальше, как бы, от нашей семьи, тем этот праздник, он, эти праздники, они вообще неизвестны, и, как бы, это наши внутренние праздники, да, есть праздники, допустим, украинские праздники, вот, вот, здесь в Киеве празднуются, вот, старые праздники, новые праздники, вот, допустим, свято-подяки, упомянутые уже, да, сегодня, праздник благодарения, это новый праздник. Почему новый? Потому что, ну, как бы, это сама тема-то, она не нова, конечно, но для Украины это в новинку все, этот праздник. Вот, в прошлом году это было первый раз, насколько я знаю, вот так вот, в таком масштабе. Хотя в церквях евангельских обычно осенью праздник урожая, праздник жатвы христиане праздновали, знали. Вот, но на таком уровне, уже национальном уровне, конечно, это празднование молодое, новое. Это новый праздник для Украины именно в целом. Второй раз, да, вот, будет такое празднование национальное, свято такое, праздник благодарения. Вот, есть праздники, значит, древние, старые праздники. Вот, и есть праздники, национальные праздники, допустим, в Израиле, да. Вот, к примеру, праздники, вот, ну, Йомардауд, да, значит, это, получается, День независимости Израиля. Да, образование Израиля. В этом году, кстати, мы, в этом году мы празднуем, вообще, на протяжении всего 2018 года, имею в виду, мы празднуем 70-летие со дня образования государства Израиля, возрождение еврейского государства. Кстати, сегодня пришли очень тревожные сообщения. У нас жатва 30 сентября. А, да, слава Богу, слава Богу. Да, обычно осенью всегда в церквях евангельских празднуется вот такое свято, празднуется такой День Благодарения, праздник Благодарения. В США есть, допустим, этот праздник на национальном уровне, уже давно уже. Вот, значит, и десятилетия эти празднуются. Третий четверг, по-моему, ноября, получается, да, третий четверг ноября, праздник День Благодарения, он называется. Потом идет обычно, как мы знаем, Черная Пятница, время распродаж таких, значит, там, значит, и потом начинается Крисмаста, время Рождества. Хотя исторически Иисус родился, опять-таки, в это время, осенью, по-нашему, получается, в сентябре. Вот, и как раз в эти дни, значит, мы вспоминаем рождественские, вот эти истории, вспоминаем, значит, тему, говорим о теме Рождества, поем рождественские гимны. Я уже даже в эфире пел уже не раз. Вот, с самого праздника Йом Труа, праздник Трубного Зова, вот эти песнопения я уже пел уже. Можно еще раз петь, да? А точно дата рождения Иисуса неизвестна. Ну, Андрей, зайдите в мой блог, там я выставил информацию. В общем-то, если честно, есть, есть. Но я, честно говоря, даже и не знаю, как бы, насколько надо этим всем делиться с людьми, потому что, знаете ли, есть опасность, вот, превратить опять, значит, все в такой праздник именно Рождества. Отдельный праздник Рождества Христова, я думаю, ну, не имеет смысла праздновать. Вот. Хотя вспоминать об этом на осенние праздники нужно. Исторически Иисус родился третий год до нашей эры, 11 сентября. Кстати, 11 сентября, вот именно, кстати, враги христиан, самое интересное, насчет этого более скрупулезные, более точны. Допустим, Аль-Каида удар свой по США планировала на разные даты. И как вот потом уже пару выступлений было, ну, так, мельком упомянуто, было, значит, выступавшими вот этими террористами, что они предполагали сделать на Пасху, предполагали там на Рождество. Вот. Но самое интересное, решили именно на историческое Рождество, когда исторически Иисус родился, 11 сентября, сделалось теракт в США. Вот. Как бы, довольно интересно очень. Как бы, получается, враги христиан порой даже более, как бы, значит, ну, больше интересуются историческим христом, как бы, христианством, получается, чем сами христиане. Вот. Довольно, как бы, так странно. Это чудно немного. Но до 11 сентября Иисус родился. Ну, опять-таки, это если брать солнечный календарь. Вот. Но по лунному календарю это было, получается, начало месяца Тешри. Начало месяца Тешрия. Вот. Как раз осенний праздник, праздник Трубного Зова, и потом, вот, как раз этот праздник, вот, ныне наступающий Йом-Кипур, Йом-Труа, Йом-Кипур и Суккот. Вот эти осенние праздники. Вот о них я, собственно, хочу и сказать сейчас. Вот. Дело в том, что весенние праздники, допустим, да, Пасха, Пятидесятница, значит, праздник Первого Снапа, вот, значит, там, да, праздника пресников. Вот эти праздники Господни, они весенние, да, мы их называем так. Вот. Они уже исполнились. Они исполнились, и поэтому, празднуя вот эти весенние праздники, мы больше устремляемся назад, как бы. Мы, значит, вспоминаем то, что было. Допустим, там, Великий Сход из рабства, да, потом, что наша Пасха, это сам Иисус Христос, и Шуа Машиах, он был распят, как раз, значит, вот, вот, предпасхальное, вот, как раз, время это, вот, значит, совершив Пасху, пасхальное вот это вечерю, раньше, чем весь остальной Израиль, по такой иесейской уже существовавшей тогда традиции определенной, сынов света, как они говорили о себе, иесейско-такой зелотской традиции, будем так говорить, если точнее, даже. Вот, значит, то есть отдельных ветвей иудаизма тогдашнего, такие неформальные ветви, будем так говорить, которых Иисус не обличал, как раз, вот, именно, значит, да, потому что Он обличал и фарисеев, и садукеев, вот, и обличал книжников даже, таких относительно мирных, вот, и обличал их в лицемерии, но обличать, ну, уличить зелотов и иесеев в лицемерии было просто-напросто невозможно, потому что это были искренние люди, подлинно израильтяне, в которых не было лукавства, действительно искренние люди, даже среди Иисуса, среди учеников Иисуса были таковые, вот, и, скорее всего, ну, так или иначе, его все ученики, вот, можно предполагать, вот, значит, или почти все ученики, так или иначе были, будем так говорить, людьми, соприкасавшимися с тем или другим, вот, течением, то есть, я имею в виду, либо зелоты, одна крайность, либо, значит, иесеи, другая крайность, вот, иудаизма тогдашнего, но те и другие были, действительно, искренними людьми и нелицемерные, вот, никакой выгоды не было держаться таких учений, это было, действительно, движение неформальное, народное, вот, чисто, такое, настоящее еврейское движение, вот, так что, друзья, да, вот, и, говоря о праздниках весенних, мы говорим о уже исполнившихся праздниках, да, допустим, Шевуот, это дарование Торы, да, но для новозаветных нас, для новозаветных верующих, вот, евреев, неевреев, это и сошествие Духа Святого на апостолов, поэтому это, действительно, прошлое, но и сегодняшнее, это не только прошлое, но и сегодняшнее, почему, потому что наша Пасха Христос, Иисус, и Он с нами во все дни до скончания века, то есть, у христианина настоящего, если он по-настоящему христианин, то каждый день есть повод для празднества, действительно, это так, вот, и сошел Дух Святой, Роха Кадош, на праздник дарования Торы, на Шевуот, и Он никуда не ушел, Он так и остался, эра Духа Святого началась, эра Духа Святого продолжается уже почти два тысячелетия, ну, не, может, почти, уже два тысячелетия, скажу так, слава Богу. Так что, дамы и господа, братья и сестры, весенние праздники исполнились, а вот насчет осенних праздников этого не скажешь, осенние праздники, они еще должны исполниться, поэтому, празднуя Господние Божьи праздники, то есть, это праздники не просто еврейского народа, я хочу сразу вот тоже еще прояснить, вот, напомнить, что это праздники Господние, это праздники Бога нашего, Господа, это праздники Творца Неба и Земли, у Него тоже есть свои праздники, и Он поделился с нами своими праздниками, Он приглашает нас на свои празднества, назначенные времена, так буквально переводится мой дин, то есть получается назначенное время для встречи, назначенное свидание, так еще можно романтический перевод сделать такой, назначенное время свиданий, вот, и это очень ценно, и вот сегодня вечером, сейчас прямо начинается еще одно назначенное время свиданий, это праздник Йом-Кипур, и вот осенние праздники, они лишь частично исполнились, они лишь частично говорят о прошлом, большей частью они говорят о будущем, в этом их таинственность, в этом их действительно мистичность такая, знаете ли, удивительно, это все очень удивительно, частично они исполнились каким образом, потому что они говорят о прошлом в том смысле, что, к примеру, Суко, да, поставление кущей, мы вспоминаем наше путешествие после выхода из рабства, на протяжении сорока лет мы путешествовали по пустыне, и жили во временных таких жилищах, в суках, вот, поэтому, как бы, сукот, шалаши, в этих шалашах мы прожили сорок лет, вот, и в память об этом, да, мы живем в шалашах целую неделю, да, вот, значит, ну, как бы, сейчас технически это мало, как бы, осуществимо, особенно у нас здесь, вот, значит, в земле северной, вот, значит, но в Израиле и сегодня много исполняющих, так вот, религиозных людей, и в том числе мессианских иудеев, живут в шалашах всю неделю, ну, по крайней мере, большую часть времени проводят в шалашах, в этих кущах, в этих таких временных жилищах, будем договорить, но также шалаши, эти кущи, они символизируют собой шахину, божью шахину, божий покров, будем так говорить, над Израилем, и тогдашний, и сейчасшний, слава Богу, но, в частности, вспоминается время нашего исхода, одним словом, то есть события 3330 лет недавности, вот, так вот, но, но, осенние праздники, да, они исполнились частично также с приходом Ашиаха, с времени Рождества Иисуса Христа, будем так говорить, Рездво Христово, как в Украине говорят, Христос народився, славим Его, мы, кстати, даже на воскресенье, на служение пели рождественские некоторые песни вместе, слава Богу, мне так понравилось, «Вифлеем и днес Мария пречиста, породила у вертепи нам Христа». Слава во Вишніх Богу, слава во Вишніх Богу, и мир всім на земле, слава во Вишніх Богу, слава во Вишніх Богу, и мир всім на земле, прибегают до вертепу пастири, и собою несут дари в гофірі, слава во Вишніх Богу, слава во Вишніх Богу, и мир всім на земле, слава во Вишніх Богу, слава во Вишніх Богу, и мир всім на земле, ми також Христу поклінстві віддаймо, і разом з небесним хором співаймо, слава во Вишніх Богу, слава во Вишніх Богу, і мир всім на земле, хвала на Високощі, хвала на Високощі, і покій на земі. Так що на всяких языках разных православляється рождення Спасителя, і в христианской традиції, православній, католіческой, протестантській, конечно, лучше позже, чем никогда, нового, говориться о Христе, о Рождестве Христа именно, о Боговоплощенні, один із таких таинственних, таких українських мотивів, якраз вот об этом говориться в пісні, у них, потрясающе вообще, потрясающе, о Боговоплощенні, поється так. Слова, очеє, слово, очеє взяло нася тіло, в темностях земних, в темностях земних сонце засвітило, Христос родився, Бог воплотився, анголи співають, царія вітають, поклін віддають, пастирі грають, чудо-чудо повідають. Много прекрасних песен, прекрасних, говорящих о рождении Спасителя нашего Иисуса. И Ишуа восхваляют во всех народах, во всех племенах, так или иначе, по всей нашей земле, друзья мои, братья, сёстры. Действительно, это общепланетарное наше достояние, чудо, слава Богу. Господь действительно совершил чудо два тысячелетия назад, пришёл в этот мир спасти грешников, спасти всех нас. И знаете, друзья, братья, сёстры, то, что два тысячелетия назад осенні праздники были уже освящены присутствием Машиаха, будем договорить. И во время земной жизни его они стали раскрываться, в частности, на Сукот. Машиах сказал, кто жаждет ко мне, иди и пей воду жизни даром. Кто уверует в меня, у того из чрева потекут источники воды живой. Он говорил в последний день великого праздника, когда Шахашанна Раба поётся, когда великая слава Господня. И даже в Талмуде, в других писаниях еврейских, говорится у нас, что это самый был великий праздник, это самый был весёлый, радостный праздник. Кто бы не видел радости вот этих праздников, вот Сукота, вот завершение особенно его. Тот не видел радости вообще в жизни. Вот настолько там было всё трогательно. Слава Тебе, Господь! Спасибо Тебе, Боже Всемогущий! Спасибо! Благодарю Тебя, Господь! Благодарю Тебя! Оооо! Ооо, спасибо, спасибо, спасибо! И, братья и сёстры, но большей частью этот, эти осенние праздники, они так и остаются ещё неисполнившимися, потому что они говорят о том, что мы называем в христианстве вторым пришествием Господа Иисуса Христа на облаках, когда при гласе Архангела и при трубе Божьей Господь сойдёт с неба, и мёртвые во Христе воскреснут прежде. Потом и мы, оставшиеся в пришествии Господни, восхищены будем на облаках, встретили Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. И вот на протяжении двух тысячелетий мы утешаем друг друга сими словами и укрепляемся в вере. Слава Богу! И в нашем поколении вот эти эсхатологические ожидания, будем так говорить, как никогда явны, потому что шаги его в возвращение слышнее сегодня, всё больше и больше, с каждым днём. И сегодня молился за Израиль, и молюсь, вообще в эти дни мы молимся за Израиль, у меня флаг Израиля, здесь флаг Иерусалима. Сегодня пришли такие тревожные сообщения, тоже была ложка дёгтя такая. Знаете ли, враг пытается своих пять копеек вставить, вот надо, не надо. И вот, и знаете, да, уже, наверное, новости читали, что в Сирии сбили, значит, ПВО сирийский, русский шпион, самолёт, значит, и представьте, русскими ракетами сбили русский самолёт, обвиняют в этом израильтян, вот, которые, понимаете ли, вот виноваты в том, что они уклонились, значит, от этих выстрелов сирийцев, значит, и ассирийцы, ну, откуда руки растут у них, непонятно, короче, сбили, значит, своего же союзника. Вот, короче, такая вот катавасия, и это, знаете ли, уже не первый раз подобное происходит, но, конечно, такого масштаба, может, на последние годы, довольно значимое событие произошло, знаете ли, но, но, друзья, на самом высоком уровне в российском парламенте заявили о необходимости ударить по Израилю. Представьте, это настолько позорно, настолько, но, опять-таки, это исполнение библейских пророчеств, с другой стороны, земля северная должна пойти войной на Израиль, но, с другой стороны, молимся сегодня о мире, молимся о защите, пусть Господь защитит, тем более, что Россия, как Российская Федерация, имею в виду, как государство, несет особую антисемитскую ответственность и нераскаянную вину, которую Боже, особенно в Ёмке Пур, это очень важно молиться, да помилует Господь и простит во имя Иисуса Христа. Я вспоминаю войну судного дня. Мне тогда было около пяти лет, получается, да, я был совсем еще маленьким, но я помню. Одно из первых воспоминаний, как раз, ну, не самое первое даже, одно, одно из первых. Почему? Потому что тогда для меня, как для ребенка, был такой стресс определенный, ну, даже серьезный стресс. Меня отвезли к бабушке с дедушкой, вот, и чтобы я жил там у них. Я у бабушки с дедушкой долгое время был, ну, как там, около года, потом на целый год еще, ну, в общей сложности, там, пару лет я так, больше или меньше был у бабушки с дедушкой. У моего дедушки, у татарских моих родственников, я имею в виду, у татарских моих родственников. Вот, дедушка мой, бабай мой, его звали Галя Ахмед, бабушка моя, Аби, ее звали Миньбану. Вот, у них я жил, и моя татарская родня. Правда, я очень богу благодарен, что все это во благо, потому что я татарский язык очень полюбил, татарскую культуру, кухню, вот, и мусульманские традиции. Хотя это не было у нас религиозное, это было чисто, ну, как советские мусульмане обычно, в большинстве своих. Да, это люди нерелигиозные, вот, у нас там мечети никто не был. Хотя дедушка мой, да, обрезал у нас всех мальчиков, татарских, еврейских, ему всех приносили. Вот, он мастерски это все, как говорится, делал. Ему доверяли и евреи, и мусульмане, татары. Татары, и евреи все доверяли ему своих мальчиков к обрезанию. И, знаете, вот, но опять-таки, это не было связано у нас больше с религией, это больше с культурой было связано в то время, ну, в советское время. Я имею в виду 70-е годы. Вот, и конец 73-го года мне запомнился как раз вот одно из таких, первых таких впечатлений, потому что мама, мама тоже поплакала, но она отвернула, чтобы я не видел, но я, я же видел, что она плакала, но и она уехала, она плакала и уехала. Спустя лишь годы многие, я узнал причину ее слез тогда, значит, почему она, значит, мама, папа мои вынуждены были к бабушке с дедушкой меня отправить. Как раз вот эта война судного дня, значит, и отца, значит, туда хотели тоже направить, вот, отец мой служил, значит, на Байконуре, этот космический, где полигон, этот Байконур, значит, в Казахстане, на Байконуре, вот, на том полигоне в 60-е годы, и вот 73-й год всех вызывали, значит, и готовили широкомасштабную, как говорится, войну, значит, и, да, в Израиле в то время война судного дня, так называемая, вот, но, по милости Господней, Израиль очень быстро, значит, победил, это сверхъестественно было, на самом деле, осенью, глубоко осенью, ну, осенью, да, осенью 73-го года, именно как раз, вот, время Йомки Пура было, и Бог дал Израилю смекалку, мужество, силу победить врагов очень быстро, да, погибли тысячи, как вот сейчас их называют, их там нет, их там нет, тысячи погибли, их там нетов, вот, официально говорится о десятках погибших советских офицерах, вот, но, на самом деле, было гораздо больше, в частности, мой отец, уже покойный, уже, царство небесное, вот, он говорил, что много офицеров выехало, как раз, вот, в частности, с Поволжья, с Татарстана, ну, Татарская АССР, я как-то забыл, как называлась, ну, короче, АССР, вот, Чувашская, Татарская, Мордовская, с Поволжья выехали офицеры, евреев не брали, мой папа не попал чисто случайно, потому что он, значит, ну, еврей, хотя он сам, мой отец, не считал себя евреем, и свое еврейство он никогда не воспринимал, вообще серьезно, в нашей семье это считали проклятием, как бы, что вот, вот, родился евреем, вот, потому что, да, и моего папы, моего папы мама еврейка, и родной отец, именно родной, отчим был русский, вот, значит, родной отец был тоже еврей, ваша трансляция будет идти, как понять, часть 30, как понять, 1 к 30, или как там, я не знаю точно, но трансляцию буду примерно около часа делать, я каждый час буду делать трансляции, ну, не трансляции, а совершать сам буду молитву, молитву, но буду стараться иногда подключаться, часть 30 минут, вряд ли, вряд ли, я думаю, что где-то в течение часа, потом сделаю перерыв, и потом продолжу просто, вот, и, знаете, друзья, вот, и в то время, значит, и потом отец рассказывал, что десятки его друзей, офицеров, которые тоже служили когда-то, и на Байконуре служили, в этих частях, в этих таких полусекретных, таких полузасекреченных частях, вот, не вернулись оттуда с Израиля, то есть они как улетели, так, и официально, самое интересное, потом в военкомате сообщили, значит, что никак это якобы не было связано с Израилем, то есть это была информация засекречена, просто при исполнении служебных обязанностей, погибли и все, вот, значит, и похороны родственникам не давали возможности открывать даже гробы, в цинковых гробах, а что там лежало, там одному только Богу известно теперь уже, вот, вот, и Советский Союз, конечно, готовился к широкомасштабной войне тогда с Израилем, но, по милости Господне, Израиль смог очень быстро арабские армии разгромить, и поэтому вторжение Советского Союза не получилось, не получилось, там и мировое сообщество уже возмутилось, уже и прочее, значит, то есть не получилось, слава Богу, и Америка дала оружие новейшее, тогдашнее оружие израильским солдатам, значит, и танки, там какие-то технику какую-то там выделили, новейшие, поэтому, в общем-то, кстати, Советский Союз так и не простил этого американского, тогдашнего президента, Ричарда Никсона, вот, и устроили ему там такую, как говорят, заподлянку такую, значит, значит, скандал, вот КГБ считал это своей, ну, как бы, ну, офицеры, по крайней мере, КГБ хвастались потом, что это, как бы, была, ну, такая спецоперация, мощнейшая спецоперация, очень дорогостоящая операция, вот, потому что, значит, кучу денег в это вложили, чтобы Никсона снять, в общем-то, и до сих пор, в принципе, в США это одна из таких загадочных, историй, закрытых историй, вот аргейский скандал, так называемый, вот, значит, и, знаете, друзья, хотя сейчас, после, вот, уже вмешательства России в президентские выборы, последние, когда все, ну, тайное стало явным, сегодня уже не удивляются, почему и Джо Маккейн должен был бы стать президентом, но вместо него становится Обама, вот, тоже это было, прямое вмешательство было выборы, но, сейчас эту информацию, сейчас уже рассекречивают, уже, вот, значит, эту информацию уже, ну, все тайно написано в Библии, рано или поздно становится явным, рано или поздно, вот, и я понимаю так, что, сегодня время молитв, самые сильнейшие технологии, сложнейшие, современнейшие технологии, ничто в сравнении с силой молитвы, поэтому, братья и сестры, будем молиться, я помню, как Сара Пейлин прилетала, когда она, она шла вместе, на выборах вместе же тогда, с Джоном Маккейном, вот, и она тоже обмолвилась, на Аляске как раз выступала, я был на ее выступлении, значит, она уже, а, я был, она была еще губернатором, от Аляски, и как раз объявили, что она будет, значит, идти, значит, там, на выборы, значит, вместе с Джоном Маккейном, значит, Ирина, ну да, она шла потом с Джоном Маккейном, значит, как вице-президент потенциальный, да, и знаете, друзья, и тогда, это было собрание, Ванкриджи, нет, нет, не Ванкриджи, забыл, в каком городке это было собрание, ну, не так важно сейчас, наверное, даже, я вспомню, на Аляске, собрание было, значит, там стадион, там много людей, там, и там были, пастыри были славяне, русскоязычные наши были, и я попал чисто случайно, один из пастырей протестантских предложил мне заехать, вот, на такое, значит, мероприятие, там был какой-то, я его не видел, не застал, он уже улетел, он не связан никак с самолетами, компаниями, у него свой самолет, он проповедовал, проповедовал, сел в самолет и улетел, все, поэтому я его не застал, много-много гостей было, и вот Сара, Пелли тогда говорила, что, значит, весь оккультный мир фактически активизировался против, ну, к этим выборам, а христиане, к сожалению, говорит, американские, и вообще, ну, именно американские, шла речь об американских, протестантских, верующих, спят, говорит, мне так перевели, по крайней мере, я английским очень плохо владею, к сожалению, не то, что владею, вообще, очень слабо у меня английский, но, слава Богу, пастор Сергей, там другие пастори, так потихонечку мне так переводили, одно другое, вот, и Сара, я потом в такой скайп-конференции участвовал тоже, вместе с молитвенниками, Сара Пейлин тогда, подключали меня, вот мы общались, и Сара сама тоже слышала мою молитву, по крайней мере, ей переводили на английский язык, мое выступление короткое, значит, и мою молитву за нее, и за, значит, служение ее в политике, вот, и, знаете, действительно, духовные брани очень серьезные, и сегодня, над Израилем снова тучи нависают, и как раз, вот опять, Ёмки-Пур, война судного дня, вот, как бы, чуть было не началось, вот, и дьявол хочет новую войну судного дня сделать, но, знаете ли, я верю, что Господь, Он, по молитвам нашим, Он совершает чудеса, и прямо сейчас, благоставляю Израиль, благоставляю Иерусалим, во имя Иисуса Христа, благоставляю Россию на покаяние, в антисемитизме, и войне того судного дня, потому что эта война была Советского Союза, фактически, против Израиля, потому что арабские страны были полностью, до зубов вооружены Советским Союзом, тысячи и тысячи инструкторов, офицеров, старших, младших офицеров, и других там, их там нетов, как их называют, то есть официально там и никого и не было, даже сейчас признают, значит, лишь десятки, якобы были инструкторов, на самом деле, шла речь о тысячах, участвовавших в этих операциях против Израиля, и знаете, друзья, но дело даже не в количестве, а в том, что в самом этом духе антисемитизма, что Царская Россия, что уже коммунистический Советский Союз, что сейчас РФ, к сожалению, вот этот сам дух, он присутствует, антисемитский дух, и я верю, что действительно, молитва сейчас сдерживает это зло, вот, и Бог таким образом дает возможность всем антисемитам покаяться, и я искренне желаю сегодня покаяния и для России, и для всех антисемитов, которые в других странах, которые также, значит, злобствуют против Израиля, против народа Божьего, вот, война нешуточная, и антисемитизм, я сегодня говорил, это здесь в парке Киота, записывал видео, кому интересно, посмотрите ее, это видео, вот оно, перед этим, перед трансляцией выставлено, как раз, прямо в парке записывал, так вот, там я как раз и говорил, что антисемитизм настолько гнилая, и такая опасная вещь, что даже в тысячелетнем царстве, когда, казалось бы, уже Машиах вернется, уже все, тысячелетнее царство, уже живи не хочу, радуйся не хочу, но, опять-таки, кто-то не хочет, вот, некоторые народы, такие найдутся, некоторые такие, в силу каких-то обид, там, значит, исторических, культурных, традиций своих, не захотят, в субботу, приходить, по субботам приходить, поклоняться Господу Богу, вот, кому-то, наверное, милее будет в пятницу собираться, или в воскресенье, согласно своей культуре, вот, но время уже будет другое, Господь сказал, обязательно в субботу приходите, значит, на поклонение Господу Саваофу, и также на праздник Суккот, вот, на осенние праздники эти, он опять будет, то есть, не новое, все хорошо забытое, старое, Господь будет опять давать, пожалуйста, приходите, люди добрые, поклоняйтесь, Господу Богу всемогущему, но, кто-то не захочет, Захарий прочествует, и те, кто не придут, не будут приходить, у них не будет дождя, вот, и в Эфиопии, в Египте будет такая проблема, вы знаете, друзья, братья и сестры, и даже после Тысячелетнего Царства, еще же будет война, да, то есть, Третья мировая еще не конец, вот, еще будет и Четвертая мировая, вот, и, знаете, ну, согласно Библии-то, и вот, и когда уже после Тысячелетнего Царства, войной пойдут люди против Иерусалима, опять получается, антисемитизм, сыграет такую злую шутку, в судьбах человеческих, даже наслаждаясь, казалось бы, изобилием, благоставением, мир вам, вопрос не по теме, когда будет рема трансляции, где можно будет задавать вопросы, получить ответы, семья Киселевых, так и сейчас можно, в принципе, вот, значит, ну, вообще, утром я, как обычно, провожу трансляции, в 6 утра, по киевскому времени, подключайтесь, вот, я стараюсь отвечать на вопросы, стараюсь отвечать всем, вот, ну, конечно, вопросы лучше писать, значит, либо на фейсбуке, в мессенджере, вот, на основной моей странице, где написано, архиепископ Сергей Журавлев, есть, потому что там еще, еще у меня две дополнительных страницы, Сергей Журавлев и Сергей Журавлев, потому что очень много заявок было в друзья, поэтому, а там лимит 5000, в одной странице 5000, потом в другой закончился, потом уже и в третьей уже, вот, значит, но я стараюсь проверять, по мере возможностей технических, там, и во времени, все эти три страницы, но в основном, я публикуюсь, ну, там увидите, где обновление постоянное, это архиепископ Сергей Журавлев, так называется страница, там сейчас я как раз, вот, как это называется, картинка, да, аватарка, там, или как там, короче, обновил, как раз, там указал, вот эти три праздника, по фотографии, Йом-Труа, Йом-Кипур, Сукот, слава Богу, благословляю всех вас, дорогие друзья, братья, сестры, сейчас, совершаю хлебопреломление, начинаю, Йом-Кипур, с причастия, с Евхаристии, с хлебопреломления, вот, друзья, присоединяйтесь тоже, ко мне, вот, буду рад, сейчас вместе с вами, преломить хлеб, да, слава Богу, спасибо вам, благословляю вас, так, Вот так.